История этой женщины, с одной стороны, удивительна, а с другой и сегодня вызывает споры среди исследователей и историков, занимающихся изучением преступления нацизма. До сих пор не ясно, что двигало девушкой, которая жила в благополучной Швейцарии, имела неплохое образование и была, прямо скажем, очень и очень обеспеченной. Кармен Мори родилась в семье британского доктором Эрнеста Эмиля Мори и Леоне Бишоф. С матерью Мори история достаточно темная. Женщина имела филиппинские корни, считалась незаконно рожденной дочерью Самуэля Вертмюллера Бишофа, богатого швейцарского бизнесмена. Интересно то, что в официальном браке у Бишофа детей не было, а его любовница, мать Леоне, жила в доме бизнесмена вместе с его официальной женой Анной Рамирес. После того, как незаконно рожденная дочь была признана отцом официально, Леона сменила свою фамилию на Бишоф. После смерти Самуэля в 1918 году мама заявила свои права на имущество бизнесмена, несмотря на то, что главным душеприказчиком считалась его официальная супруга. Более того, женщина достаточно быстро нашла опекуна от Тагмура. Но самое удивительное в том, что Леона считалась в официальном браке, в котором родила еще двоих детей, о чем озадачено было заявлено даже на суде, который проводился в рамках определения прав на наследство. В общем, похождения мамы и пап, будущей нацистской преступницы, запутаны так же, как и судьба самой Кармен Мори. Единственное, что можно утверждать, достаточно однозначно, что от имущества незаконного папаши Мори получила немаленькую долю. Поэтому девушка получила достаточно неплохое образование, по некоторым сведениям, свободно владела шестью языками, до войны успела пожить и в Англии, и в Германии, и во Франции. Но всю жизнь 26-летней девушке изменила именно Германия. С 1932 года Мори проживала в Берлине и нацистскую идеологию приняла всем сердцем, как сейчас принято говорить. Более того, работая журналисткой, она сумела завязать нужные знакомства и необходимые связи, благодаря которым вскоре, по собственному желанию, была зачислена в ряды тайных агентов гестапо в 1934 году. Фактически Мори добровольно пошла на службу к нацистам в самом начале кровавого пути нацистской Германии. Нужно подчеркнуть, это решение было именно добровольным. Первоначальные задания, которые выполняла Мори, были достаточно простыми – шпионаж за своими соотечественниками в Германии, Франции и Швейцарии. Так, чтобы понимать о настроениях антифашистов у нейтрального соседа, гестапо неоднократно отправляло Мори в Швейцарию, чтобы там аккуратно собирало нужные сведения. Позднее девушка была командирована во Францию. Здесь перечень задач шпионки различные исследователи называют по-разному. Одни уверены, что Мори продолжала шпионаж за немецкими мигрантами, другие, что Мори собирала информацию в районе оборонительной линии Мажино. Возможно, Мори выполняла одновременно и два поручения. Как бы то ни было, но вскоре в 1938 году французская разведка шпионку арестовала. Далее был суд, приговоривший Мори спустя два года к смертной казни. И здесь в судьбу вмешалось провидение. Опять же, доподлинно неизвестно, кто конкретно помог гестаповской шпионке или добрая воля президента Франции, или вмешательство хорошего друга богатого папы, который на тот момент имел во Франции немалый вес. Мори была помилована, а спустя несколько недель уже пала и Франция. Некоторые исследователи уверяют, что помилование было связано с тем, что Кармен Мори предложила французской разведке стать двойным агентом. Так ли это, сведений нет. Однако существует несколько косвенных подтверждений, и первая гестапо больше не поверила своей шпионке. Арестованная осенью 1940 года уже немцами, Мори была вывезена из Франции на самолете в Берлин, где женщину на протяжении трех недель допрашивал лично руководитель гестапо Гейдрих. Этот малоизвестный факт позволяет предположить, что во время выполнения заданий гестапо Мори представляло для тайной полиции Германии немалую ценность. После многочисленных допросов Мори была отпущена под обещание никогда не покидать Германию. Известно, что Гейдрих планировал использовать Мори в качестве агитатора на немецкой радиостанции, которая вещала на Францию и Британию. Возможно, так бы и случилось, но по неясным причинам Мори в какой-то момент попыталась покинуть Германию в нарушении приказа. В итоге вместо должности на радиостанции женщина была направлена в концентрационный лагерь Равенсбрюк. Чем занималась Мори вплоть до 1944 года, практически неизвестно. Возможно, вначале она работала осведомителем Людвига Рамнера, который руководил лагерной службой гестапо. Информации об этом практически нет, но многие ссылаются на некие косвенные свидетельства. Как бы то ни было, в лагере Мори постепенно сумело выслужиться, получив должность лагерного капо, то есть старшей барака. В отличие от остальных заключенных, капо проживали в отдельной огороженной комнате в том же бараке, имели достаточно много преимуществ, главными из которых были усиленное питание и отсутствие необходимости выходить на работы. Но для того, чтобы эти привилегии сохранялись, капо должны были служить не за страх, а за совесть. И Кармен Мори служила. Причем так, что, по показаниям свидетелей, ее боялись даже сами охранники лагеря, матерые эсэсовцы. В основном Кармен Мори работала в 10-м медицинском блоке, где находились женщины с психическими заболеваниями и больные туберкулезом. Опять же, по показаниям свидетелей, Мори отличалось нечеловеческой какой-то звериной жестокостью. Любимым развлечением Кармен было безжалостное избиение пациенток барака, причем особенно она любила издеваться именно над психически больными, часто забивая их до смерти. Кстати, здоровые обитательницы барака также не были защищены от безумия Мори. Их она избивала с не меньшей жестокостью и яростью. Интересно то, что на суде показания в отношении Мори были достаточно противоречивыми. Одни свидетели уверялись, что женщина даже пыталась помочь некоторым заключенным. Вторые, напротив, говорили только о постоянных избиениях. В общей сложности было доказано не менее 60 смертей узниц лагеря, в которых виновата лично Мори. Другими словами, не менее 60 человек были забиты Кармен до смерти. Также Мори обвинялась в том, что принимала личное участие в отборе заключенных в газовые камеры, а также в том, что изымала детей у узниц. Судьба малышей была в том лагере практически неизменной смерть в той же газовой камере. Кстати, по сведениям еврейской организации Яд Вашем, которая занимается исследованиями преступлений нацистов, Кармен Мори считалась одним из самых страшных и жестоких капо в Равенсбрюке. Не случайно среди заключенных у нее была кличка «Черный ангел Равенсбрюка». Дикость в том, что имея только одно оружие – палку, Мори творила такие безумства, что, повторимся, это удивляло даже самых жестоких надзирателей и охранников. Женщина достигла невероятного мастерства в избиении заключенных, причем такого, чтобы узницы умирали долгой и мучительной смертью. В самом бараке, как уже упоминалось, были и пациентки, заболевшие туберкулезом. Они, возможно, боялись Мори даже больше, чем газовой камеры. Некоторые свидетели показывали, что капо специально било узницам по груди, наблюдая, как те начинают мучиться приступами удушья. Собственно, прозвище «Черного ангела» Мори заслужила вполне справедливо. Кроме того, как и многие психопатические личности, Мори имела и отклонения в плане сексуальных отношений. Чувства к представителям противоположного пола были ей недоступны, а вся любовь изливалась на коллегу, врача Энн Спери, которая была известна в лагере под кличкой Доктор Клод. Ненасытная в утехах Мори встретила такие же чувства со стороны Спери. Правда, ради справедливости нужно сказать, что Спери по уровню жестокости свою возлюбленную не догнала, хотя и сама принимала участие в пытках и истязательствах заключенных. В отличие от Мори, Спери сумела избежать наказания, будучи оправданной. Только во Франции за преступления против французских граждан Спери была приговорена к изгнанию из страны на 25 лет. Когда на суде в первый процесс, проводимый британским военным трибуналом над персоналом Равенсбрюка, были предъявлены все названные обвинения в истязаниях заключенных, Кармен Мори категорически отрицала свою вину. «Это неправда. Но если бы это было необходимо, я бы непременно сделала это, и тогда я бы призналась сейчас в этом». Известно, что британским властям после освобождения Равенсбрюка Мори сдалась добровольно. Более того, она быстро и четко исполняла все приказы британцев, например, когда ее попросили показать, кто среди заключенных на самом деле врач или надзиратель, женщина быстро указала на всех. Фактически Мори способствовала аресту преступников Равенсбрюка. Возможно, что женщина надеялась на помилование. Однако этого не произошло. И опять же, на суде она себя вела более чем странно. В начале Мори вообще вышла за трибуну свидетелей, после чего охрана отвела ее на скамью обвиняемых. Во время опроса Мори категорически отрицала свою вину, часто говорила, не дожидаясь вопросов, и вообще вела себя не как обвиняемая, а как журналистка, которая оказалась на процессе. Это было отмечено и в протоколах судебных заседаний, и в воспоминаниях тех, кто присутствовал на процессе. Сыграло роль и то, что Мори свободно владела иностранными языками, поэтому ей было не нужно ждать перевода. Однако, несмотря на то, что Кармен Мори была признана виновной и приговорена в 1947 году к смертной казни через повешение, но петли женщина не дождалась, вскрыв в камере вены. Достаточно забавно, что перед смертью она написала письмо британскому военному прокурору, в котором сожалела, что ей не удалось дожить до закономерной петли. Мне очень жаль, но я не могу дождаться вашей британской казни.